Встреча проходила в досуговом центре «Фортуна» в роли модератора, заместителя главы Лангипаса Ирина Амельченко. Она проинформировала собравшихся об итогах опроса лангипасов на предмет их удовлетворенности к качествам предоставляемых городе медицинских услуг. Его проводили специалисты окружного департамента здравоохранения. Несмотря на то, что вроде бы люди говорят, что вот там чего-то там не хватает, это не удовлетворяет качество медицинских услуг, но когда провел департамент внутренней политики опрос жителей города, вы знаете, наш город в принципе оказался на втором месте по округу, и жители города доверяют и высоко оценили оказание услуг нашей системы здравоохранения. Неожиданных вопросов не возникало, все они из повседневной жизни. Собравшиеся говорили о том, с чем приходится сталкиваться в коридорах медицинских учреждений. Проблематично попасть на прием к докторам. Вопрос первый и, похоже, волнующий всех. Нет талонов. Мы все одинаковые, мы все болеем, это первое. Бывает, что выходит из строя наше, это отпускной длительный период. Потом, вы знаете, насколько сегодня Минздрав Российской Федерации обращает внимание и требует, чтобы врачи наши учились. Поэтому очень часто наши доктора отлучаются на конференции. Ситуация с талонами немножко упростилась, начиная с осени прошлого года. Мы пополнились кадрами, у нас семь новых докторов вышли, поэтому ситуация несколько разрядилась. Хотя это всегда основная проблема, это талон стоматолог, насколько я слышу по стоматологии. Но в последнее время у нас не совсем благоприятная обстановка в городе с вирусной респираторной инфекцией. Буквально несколько врачей уходят на больничный. Каждый врач, это в день 12 пациентов. У врачей, как и у представителей других профессий, есть разные житейские проблемы. Однако это не значит, что пациент предоставлен сам себе. Для решения ряда вопросов можно и нужно, акцентировали медицинские чиновники, обращаться к заведующим отделений, к самим главным врачам. Они даже назвали свои номера телефонов. Говорили и о качестве медицинского обслуживания, и о возможностях оказания помощи людям, у которых диагностировали острый инсульт или инфаркт. Европейский стандарт оказания помощи в нашей больнице применяется по оказанию острого коронарного синдрома, острого нарушения мозгового кровообращения. Европейский стандарт, он утвержден с 2008 года в округе, и он исполняется с 2008 года. Любой подъем сегмента СТ на кардиограмме, то есть инфаркт миокарда, госпитализация в отделении реанимации, проведение тромболизиса, и через два часа пациент будет находиться в кардиоцентре, в кардиоцентре на чрезкожном вмешательстве, ему проведут чрезкожное вмешательство. Бесплатно. Собравшиеся поинтересовались качеством пломбировочного материала в городской стоматологии. По словам Игоря Грищенко, сомнений быть не может. Отличные. Правда, световые пломбы платные. Отсутствие необходимых лекарств в социальной поликлинике. Плохая поставка. Таков ответ главного городского фармацевта Светланы Босинковой. Детское питание, диспансеризация подростков. В этом направлении мы работаем согласно нормативных документах, акцентировала Татьяна Дегтярева, главный детский врач. Справедливости ради надо сказать, что было много эмоциональных благодарностей врачам за чуткое отношение к больным. Нашли ваш телефон. Личный, сотовый. Мы выдали распоряжение, и приехали, и сделали этот укол. И вот это вот мне на всю жизнь будет. Спасибо большое. На встрече отметили, если пациенты нуждаются в обезболивающих препаратах, проблем нет. Поставки хорошие. Они выписываются гражданам, если это необходимо по показаниям. Миф о том, что скорую помощь горожанин может вызвать только четыре раза в год, с улыбкой был развеем. Светлана Кадракова внесла несколько предложений, в том числе, о выделении дня для оказания услуг многодетным мамам. Я считаю все-таки, что такие встречи необходимы для общественников. И как бы все равно какие-то вопросы решаются. Все-таки я думаю, что наши вопросы, которые мы задали, они были услышаны. И на вопросы наши будут, как говорится, ответы, и результаты будут хорошие. Такой же точки зрения придерживаются и медики. Диалог медицинских работников и их пациентов идет на пользу и одним, и другим. Вопросы были серьезные. Мы знаем об этих проблемах. Это проблема, в первую очередь, доступности медицинской помощи. Вот сегодня у некоторых выступающих были такие вопросы по тому, что они хотели попасть по записи к врачам-специалистам и не смогли реализовать свои возможности. Вот эта проблема есть. Она нам известна. Ее надо, конечно, решать однозначно. Есть приемы, способы. Мы попытались сегодня объяснить, почему это получается. Но, тем не менее, вот эту информацию в очередной раз мы приняли. Приняли ее к исполнению. И я думаю, что мы найдем управленческие решения. И для общего сведения горожан. С 2014 года городское здравоохранение не подчиняется местным властям. Его курирует окружной департамент. Потому все спорные вопросы, которые направляются в администрацию Лангипаса, переадресовываются в Ханты-Мансийск. Потому порой уходит длительное время, чтобы дождаться ответа. Алина Нущенко, Денис Михайлов. Специально для новостей.